Имелся колл-центр, сотрудники которого по имеющимся базам данных вызывали пенсионеров преимущественно в офис расположенной улицы Екатериниска 105 для проведения юридической консультации. Там посетителям говорили, что пенсионный фонд якобы недоплачивает им пенсию по 4-6 тысяч ежемесячно. Обещали увеличить выплату и взыскать с ПФР все долги за три года, плюс моральный ущерб. Но для этого требовалось заключить договор на юридические услуги и оплатить их. Суммы составляли от 60 до 100 тысяч рублей. А если не было денег, пенсионеров вынуждали брать банковский кредит под большие проценты. Обещали, что всего на 3-4 месяца, а потом после выигранного дела долг якобы будет платить пенсионный фонд. При клиентах составляли так называемые документы прикрытия, необоснованные жалобы и бессмысленные обращения в надзорные органы. По той же схеме дурили и тех, кто пришел обанкротиться и списать долги по кредитам. Тянули время и ни в каких судебных процессах, естественно, не участвовали, работали в масштабах страны. На территории города Краснодара и города Новосибирска задержаны организаторы данной преступной деятельности. На территории города Краснодара организаторы преступной группы имеют статус адвоката. На территории города Перемиды в качестве подразумевших допрошено 12 человек. Проведены три обыска в офисных помещениях. Сейчас в отделах полиции зарегистрировано уже более ста заявлений от потерпевших. Следователи подсчитывают общую сумму ущерба. Она превышает один миллион рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе обыска изъяты ноутбуки, системные блоки, жесткие диски, черновые записи, бланки договоров с гражданами. Известно, что в группу входило 14 человек. Двое организаторов задержаны, среди них адвокат. Это женщина 1989 года рождения. Суд заключил ее под стражу. Расследование продолжается. Олег Романов, Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей.